Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, четверг вечер. В прямом эфире программа Спортлуб. В студии работают Дарья Анкехова и Власий Сергеев. Добрый вечер, дорогие телезрители. Наш первый блок сегодняшнего эфира будет посвящен экстремальному туризму, ведь совсем недавно в Хангаласском Улусе, в селе Иланка, прошел пятый уже по счету фестиваль экстремального туризма под названием Иланка. Ну и мы пригласили организаторов этого замечательного события, чтобы поговорить, собственно, об этом мероприятии. У нас сегодня в студии организаторы фестиваля Альберт Тимофеев и Леонида Ушницкая. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, конечно, Альберт, первый вопрос к вам. Расскажите, как прошел этот фестиваль? Мы знаем, что это такой юбилейный, да, и он конкретно отличался от многих других и особенно, конечно, порадовал количество участников. Да, вот в этом году мы удивились, что продажи билетов мы, как и заранее объявили, люди покупали, покупали и смотрим, что за две недели мы в России билеты продали. Такого за пять лет продаж не было. И представляете, сколько людям нам пришлось отказаться, да, то есть сколько людей остались в городе. Вот. А само мероприятие прошло, как и планировалось, программа практически все прошла. Даже дождь, я думаю, участникам не помешал, а наоборот, это добавило экстрима, можно сказать, как бы экстремальные условия, ребята сплочились и сдружились сильнее, и они это будут вспоминать, я думаю, холодные зимы в квартирах. Ну, действительно, в своем названии же даже есть, да, вот экстремального туризма, да, и вот эти погодные условия, ну, если даже и чуть-чуть, но усложнили задачи, ну, я думаю, тем самым интереснее стало. Да, я был бы рад, если бы снег пошел. Чем хуже условия, тем лучше для организаторов, тем экстремальнее. Да, хорошо. Ну, я думаю, стоит объяснить, да, нашим телезрителям, то, что это ежегодный фестиваль, в котором принимает участие множество-множество десятки любителей физической активности, активного отдыха. Давайте объясним телезрителям, что получает человек, когда покупает билет на фестиваль «Ланка». Ну, Валерия. Ну, фестиваль – это такой способ получить, способ войти в экстремальный туризм, то есть это возможность попробовать много нового, возможность как раз побывать на природе, возможность попробовать себя в разных видах спорта. В билет входит, то есть мы, как бы, просопраждаем человека от начала до конца, мы берем его за ручку и, как бы, учиться ведем. В билет входит трансфер, то есть мы всех сажаем на автобус, возим, ведем на «Ланку», там же организовывается платочный лагерь, там же в билет входит питание и организация соревнований. Я замечу, что питание там очень вкусное. Да, самое вкусное костровое питание. Да, мы приходим к этому очень большого внимания, вот, и с женой мы уже закупаем коробки тушенки, коробки сгущенки, поэтому все всегда сыты. Вот так. Вот так вот. Ну, в целом, люди туда приезжают по разным причинам, то есть некоторые просто хотят вспомнить, каково это быть в лагере, не знаю, есть костровую еду и жить в палатке. Многие приезжают именно для того, чтобы попробовать новый спорт, потому что такие виды спорта, которые представлены на фестивале, такие как скалолазание, фри-роуп, трейл-раннинг, байдарки. И в этом году появился сапсерфинг. Это все очень трудно, как бы, получить, сидя в городе, для этого обязательно нужно куда-то выезжать, а это фестиваль, это возможность все это попробовать сразу же за один билет, в один день. И обязательно, чтобы каждый участник обязательно участвовал в каждом фестивальном этапе и получил огромное количество эмоций. Всегда это... Представляете, они проходят через воду, через скалы, через огонь, через дождь, вот. И мы также обязательно выделяем внимание культурной программе, оформлению лагерей, оформлению выхода команд, вот так вот. Команды даже в футболке, как бы, делают такие вот, ну, классные, со своими лейблами, со своими знаками, флагами, там, такие орнаменты. Да, ну, получается, просто мне надо купить билет и просто взять рюкзак, палатку и все остальное, все включено, как говорится. Да, все включено, и даже мы тебе ложку и вилку подарили. Ложку и вилку даже подарили. Даже если забыл вилку, да, с ложкой. Ну, если что, то, конечно, мы можем иметь в виду, что тут достаточно было своего снаряжения, и все. То есть, обязательно физическая подготовка, не обязательно даже собирать команду, потому что мы распределяли всех сами по командам. У нас команды были по 20 человек, да, мы формировали на месте, делали их более-менее одинаковыми, поэтому люди находили новых друзей, новые знакомства, новые увлечения на фестивале. Люди, которые пришли на фестиваль 5 лет назад, они до сих пор дружат, люди, которые, вот команда Макао, которая 3 года уже, они собираются каждые выходные и дружат всей командой. И вот мы прям гордимся тому. Семей еще не появилось у вас на фестивале «Еванка». То есть, надо узнать, наверное. Возможно, уже и семьи есть, да? Очень интересная, конечно, статистика была. Ну, у нас есть там, да, классная. Ну, вот, действительно, в ходе нашего общения было сказано то, что очень вкусная полевая кухня. Я, как человек, которому посчастливилось... Попробовать. Да, вот принять участие, ну, не принять, а посетить, да, 5-й фестиваль «Еванка». Я могу подтвердить, что действительно очень вкусная кухня, что действительно все было очень интересно. Собственно, почему мы туда ездили, да, с моими коллегами, мы подготовили для наших телезрителей материалы об этом фестивале. Так что давайте посмотрим, как же прошел 5-й по счету фестиваль «Еванка-2019». Фестиваль «Еванка» ежегодно собирает в Хангаласском улусе десятки искателей адреналина и острых ощущений со всей республики. Участниками 5-го по счету праздника экстремального туризма стало более 200 человек. Самая главная задача – это развитие скалолазания. Вот недавно она, вот 5 лет назад мы не понимали, что она станет олимпийским видом спорта. Сейчас, в 2020 году она уже объявлена олимпийским видом спорта, уже спортсмены готовятся. Почему бы и у нас этот красивый, зрелищный вид спорта не развить? И тем более у нас, в отличие от других городов, есть недалеко от Якутска такой красивый скальный полигон, где предоставляется возможность потренироваться и почувствовать вот это все. В числе почетных гостей фестиваля – Тео Рафаэль, скалолаз из Франции. В рамках визита в Якутию Тео поможет якутским коллегам в подготовке новых трасс. Я прилетел в Якутск сегодня в 4 утра и сразу поехал на фестиваль. Тут потрясающая атмосфера, много людей, всем очень нравится это мероприятие. Соревновательная программа фестиваля состояла из 8 дисциплин. В рамках командного первенства участники состязались в пулевой стрельбе, фриролпе, забеге на 1 километр и стрельбе из лука. В личном зачете выявление сильнейших прошло в скалолазании, гребле на Байдаргах, а также в сапсерфинге, который был представлен в программе фестиваля впервые. В республике сапсерфинг только в этом году мы начали развивать и планируем, конечно, расширяться и больше аудитории охватить. И как это лето показало, что люди интересуются, есть интересующиеся ребята, девушки, которые в дальнейшем хотят еще как клуб войти и создать клуб, чтобы в последующем разные туры делать и маршруты делать. В соревновательной зоне фестиваля охватила большую площадь на берегу реки, а также на горе. Чтобы спортсмены своевременно подходили к тому или иному этапу, к каждой команде был прикреплен гид. Я веду группу от самого начала до конца, веду их, получается, пешком до лагеря, устраиваем лагерь, потом по всем этапам, по всем соревнованиям тоже следим за ними, потом организовываем питание на фестивале. Гид, он, получается, связующее звено между организаторами и участниками. По итогам прохождения всех испытаний в общем зачете победу одержала команда Фудзияма. На втором месте соревнования завершили представители коллектива «Макалу». Тройку лидеров замкнула команда «Олимп». Власий Сергеев, Александр Маркин, Михаил Андросов, Хангалаский Улус. Ну что, спасибо Власию и команде программы «Спортклуб», что не просто посетили, да, еще зафиксировали все на пленку, и мы смогли стать свидетелями того, как же прошла «Иланка-2019». Ну и переходим к дальнейшему обсуждению. Подвели итоги, мы вот в сюжете сейчас увидели, кто стал победителями. Хотелось бы узнать, вот пятый, да, фестиваль. Лидеры те же самые или все-таки в этом году появились какие-то вот команды, о которых вы вообще не знали, и вот они попали в тройку? Или все-таки это те самые команды, которые всегда были на педестале почетов? На самом деле фестиваль победила команда, которая сформирована была только на этом фестивале. То есть Фудзиама это команда новичков, новичков, которые, большинство из них пришло до фестиваля в первый раз. Второе место заняла команда Макалу, те, которые, мы уже сказали, которые участвуют в фестивале уже давно, постоянно, и уже два года до этого были победителями. То есть тенденция такая, что есть и сильные новички, но и старички тоже так-то держат планку. Очень интересно, да? Да, и вот было отмечено то, что люди едут на этот фестиваль с разными целями, да, кто-то едет... Отдохнуть? Да, отдохнуть на свежем воздухе. А вот есть люди, которые едут именно со спортивным интересом. В числе моих знакомых тоже вот товарищи были, которые говорили, мы собираем команду. Вот именно людей с хорошей физической подготовкой, да, чтобы... Целенаправленно. Да, вот чтобы выиграть. Поехали они с такой целью, но, к сожалению, не смогли выиграть. Это другая история. Плохо подбирали, значит, участников. Ну вот, здорово. Ну и продолжая разговор об участниках, да, сколько всего людей приняло участие вот в пятом фестивале? 250 человек было. Из них 50 были организаторы. 50 организаторов у вас? Да. Я напоминаю, что такое мероприятие очень трудно организовать, и нужно очень много-много людей, не только которые с улицы взять, допустим, да, и там... Это должен быть человек тоже ответственный, который подходит к этому делу серьезно, вот, и этому человеку надо довериться фестиваль. То есть мы уже держим статус, да, мы не должны его уронять такими нечастными случаями, допустим. Альберт, а у меня возникает вопрос. Все-таки у Иланки уже большая история, мы даем пример многим другим регионам, да? Да. И вот скажите, пожалуйста, а мы все-таки взяли вот идею такого фестиваля придумали сами, или все-таки мы смотрели на аналогичные фестивали? Да, мы можем гордиться, что это мы сами придумали, то есть якутийский федерация альпинизма скалазания, она разработала вот этот фестиваль. В общем, это бренд Якутии теперь. Да, это бренд Якутии. Замечательный проект. В России нет такого фестиваля, в котором настолько сильно будет организационный процесс. Большинство фестивалей, фестивальный формат всегда определяется, ну, свободным посещением. Да, приезжай и... Да, и как бы... Прощай. Да, вот здесь же, учитывая экстремальный туризм, мы очень много даем в организации. Мы даже помогаем участникам, которые пишут нам, какие рузяки подобрать и какую обувь носить. Представляете, а их 200. Вплоть до экипировки везде, да? Ну, и стоит отметить, что фестиваль Ланка в 2017 году попал в топ-10 самых ожидаемых мероприятий по России же. Да, мы очень гордимся этим статусом и хотим так же, чтобы, не знаю, так же держать этот статус. Все-таки мы показываем Хангаласский район, город Якутск, и нам это очень приятно. И у нас уже даже есть приезжие гости судей. Да, они даже ради этого могут и приезжать. Вот так вот, развиваем туризм в Якутии. Да, и стоит отметить, я думаю, что остается совсем мало времени. Ну, и главная цель, я думаю, что этого фестиваля, это научить людей, любителей физической активности, правильно и безопасно проводить время с пользой на природе. Да, потому что я знаю, что на фестивале были организованы мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Ну, и, конечно же, все заботы организаторов в этом плане. Ну, что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Спасибо вам. Следующая Иланка будет 2020. Да, 2020. Вот так вот, это будет такое интересное. Вы были, теперь вы приходите. Да, я поеду уже в вас на следующий год, и дай бог, чтобы все получилось. Ну, и, конечно, не прощаемся, увидимся на следующем фестивале. Да, будем очень рады прийти сюда и устроить. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся после короткой рекламной паузы и будем говорить уже об альпинизме. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем прямой эфир в студии по-прежнему власти Сергеев и Дарьян Кехова. И мы сейчас поговорим об альпинизме и туризме Якутии. Да, все верно. И с большим удовольствием позвольте представить вам гостей нашего второго блока. У нас в студии президент Федерации альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия Алексей Семенов. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Давайте немножечко вспомним историю. Федерация у нас появилась с 2015 года. И чем мы можем сегодня уже так гордиться? Какие достижения? В общем. Ну, с 2015 года мы уже несколько раз выезжали в горные районы Якутии. Дважды это в 2016 и в текущем 2019 году. Проходили многие, сделали несколько новых маршрутов. И, извиняюсь. И на сегодня, конечно, мы хотели бы развиваться и дальше. С этой целью мы сейчас начинаем приобщать к горному туризму нашу молодежь. В том числе детей старших классов. Старших классов. В последнем выезде в июне этого года мы съездили со старших классов. То есть начинаете с молодежи активно пропагандировать любовь к альпинизму и туризму. Ну и здесь, конечно, тогда вопрос к Алексею. Вы вкладываете в это огромную роль, потому что имеете непосредственное отношение к школьному возрасту. А вот что сделано за эти годы для того, чтобы школьники сумели и могли хотя бы попробовать? В первую очередь надо создавать условия для наших тренеров. Надо проводить учебные тренировочные сборы. Надо приглашать инструкторов, то есть оплачивать проезды, проживание. Также экипировка для альпинизма это достаточно финансово емкое мероприятие. То есть один человек сразу все приобрести не может. И поэтому федерация работает в этом направлении уже, сообща вместе. И вторая школа, и наша федерация. И вот каждый член федерации вкладывает свою душу и в лепту для того, чтобы собрать экипировку. И вот первые результаты пошли, когда вот уже почти 4 года назад, когда мы сделали первую экспедицию. Тогда был мой заместитель, директор Данилов Нергон Владимирович, с двумя сыновьями, десятиклассниками, участвовали в этой экспедиции. Это был наш первый опыт, когда мы поняли, что можем организовать такую экспедицию. Экспедиция была достаточно серьезная для заброски. Это пик победы, и она была завершена успешно. И нынче мы продолжили идея создания первых республики, доступных для начинающих альпинистов маршрутов. Вот эта идея была давно, и мы его нынче реализовали. И я очень горд и счастлив, что в этой экспедиции впервые участвовали школьники, 6 школьников. Прямо делали восхождение, и благодаря непосредственно работе Александра Ильича она была успешна. И вот такие результаты. Да, ну вот мы знаем, что федерация называется федерация альпинизма и скалолазания. Как мы услышали в ходе нашего общения, организовываются экспедиции как внутри республики, так и за ее пределами. И по скалолазанию, что у нас на базе второй школы есть скалодром, где проводятся занятия для всех желающих и школьников, школьного возраста, ну и людей постарше. Ну и у нас есть замечательные результаты по скалолазанию. Наши спортсмены, мастеров пока нет, но есть обладатели первого разряда. И выезжают у нас на выездные соревнования. То есть не варимся собственным соком, в принципе, все замечательно. Ну и как раз таки вот федерация альпинизма и скалолазания является организатором фестиваля Иланка на протяжении всех этих пяти лет. И как мы сказали в ходе первого блока, то, что, наверное, главной целью проведения подобных мероприятий является то, что научить людей безопасно проводить время на свежем воздухе с пользой. Ну и с этим вопросом, пожалуй, обратимся к Петру. Петр, мы знаем, что вы являетесь человеком, который имеет богатейший опыт в этом плане. И прокомментируйте его, пожалуйста. Как могут такие мероприятия, каким образом научить людей правильно себя вести в плане техники безопасности на природе? Ну, дело в том, что если раньше, например, у людей было больше времени, больше возможности отдохнуть и так далее, да, то сейчас сейтнот, скажем, по времени у людей, и необходимо им за минимальные сроки максимально больше получить эмоции, нагрузок и так далее. И вот в этом плане формат фестиваля прекрасно дает возможность человеку испытать себя о разных видах спорта. Поэтому мы сперва хотели, как его назвать, ярмарка и так далее, ну, ярмарочный формат. То есть приходят и по разным видам спорта проводят. Ну, потом вот фестиваль это было прекрасно, название так. И вот в этом формате у нас все, скалолатная, байдарка там, ну, вот все разные виды спорта. Каждым годом у нас немножко добавляется что-то там, шлифуется и так далее. Это позволяет человеку, у которого времени очень мало на отдых, на активный отдых, скажем так, да, прийти и проверить себя во всем. А потом он уже наверняка возьмет себе что-то, вот это мое, это еще я рано, и пойдет дальше. Но в нем уже будут заложены те аспекты безопасности, которые мы вводим как раз именно на фестивале. У нас там есть человек, ответственный за безопасность на маршрутах, безопасность на этапах и так далее. Так что я думаю, что они получат практический опыт, увидят, как все это организовывается, увидят, какие аспекты мы, типа, ограждаем, а где можно допускаем возможные варианты действий. Так что формат фестиваля позволяет человеку получить максимум знаний, немножко умений по очень большому количеству видов спорта для активного отдыха. Ну действительно, вот на фестивале, да, вот на каждом этапе стоял инструктор, он учил, да, как правильно и безопасно, да, обращаться с тем или иным спортивным инвентарем. Ну и, конечно же, дежурили и спасатели у нас, представители различных структур, да. Но если забыть о фестивале, если вот, к примеру, возьмем то, что вот один человек хочет выехать на природу, вот с палаткой, да, с друзьями. Вот каких правил безопасности нужно придерживаться вот людям? Ну или по грибы пошел, да? Ну, в первую очередь, необходимо поставить известную службу спасения. У нас есть служба спасения, она принимает все эти заявки. То есть сообщить, куда я хочу поехать, да? Да. Сказать, например, что вот наша группа, столько человек, такие-таки данные, мы хотим поехать такого числа в тот-то район, например, да, например, по Голубику, там, по Неверской трассе, да. А вернемся до кого-то, мы, ну, типа, побаиваемся, вдруг что случится, на всяком случае. Они вас приняли, с журналом записали все, и в момент контрольного срока, который вы сами назначаете, они вам позвонят, скажут, если вы ответите, все нормально, значит, все нормально. Если вы не ответили, уже поднимают, как бы, служба спасения, начинает работать по вашему поиску и спасению. Ну, а что касается, вот, выхода в лес и так далее, ну, тут я бы посоветовал людям просто напросто взять карту города Якутска, окрестного города Якутска, подробнейшим образом с ним ознакомиться, чтобы хотя бы представлять себе, где вы находитесь, когда вы вдруг попадете в тот район. Ну, вообще-то, в принципе, там пропасть трудновато. Другое дело, что человек, например, есть физически слабый, больной, он может устать там, да, или, например, полил дождик, он подрег, замерз, резко упали физические силы, да, вот в этом плане опасно. Поэтому необходимо, конечно, иметь в виду, как раньше говорили, идешь на день, бери всего на три дня. Вот, ну, мудрость народная была. А у меня вот возник вопрос, Алексей, все-таки мы говорим про фестиваль Елан, когда 2019, имеют уже историю, мы имеем опыт, да, но это все мы проводим для взрослых людей. А планируется ли проводить, все-таки детский туризм, он тоже развивается, да, дети у нас занимаются альпинизмом, скалолазанием, они могут и попробовать себя, мне кажется, и в других дисциплинах. Можно ли провести подобный фестиваль, но уже для детей? Ну, соревнования по спортивному ориентированию у нас проводит муниципальное предприятие Саха-Ориентир, который сейчас вольется в Дворец детского творчества, ну, объект дополнительного образования. И работа в этом направлении ведется, ну, тем более мы каждый, ну, каждый год получаем, ну, такие новости, что, ну, блуждают люди, или там потерялись, или что-то случилось, замерзли. И поэтому мы должны, ну, стараться готовить, ну, детей, ну, в взрослой жизни и поведение себя на природе. Ну, то есть, если вот ребенок прям очень любит проводить время на природе, любит ходить и по грибы, и по ягоды, и прям активной, куда можно правильно направить вот эту всю его энергию и любовь к природе? Ну, постепенно. Сейчас вот, если говорить про точки роста, у нас давно работает 31-я школа, 19-я школа, вот Саха-Ориентир работает. И вот скалодромы, ну, так как спортивный, ну, туризм, да, скалолазание, альпинизм, это братья-сестры. Можно начать. Да, и вот точкой роста у нас вот скалодром появился в 24-й школе, вот в 19-й школе появился. И вот появляется хорошая база, появляется постепенно оборудование. И вот, ну, я думаю, что в городе вот эти виды спорта будут развиваться вот стремительно. Стремительно. Ну, мы знаем то, что федерация, наша федерация, да, организовывает вот интереснейшие экспедиции для детей, да, вот мы сказали, что уже были такие масштабные вылазки, так назовем, да, и какие мероприятия планируются в ближайшее время, и что нужно делать вот родителям, которые, дети которых вот заинтересованы. Да, и хотят попасть в ближайшую экспедицию. Ну, могу ответить, я. Во второй школе у нас открыта секция скалолазания и туризма. Если, допустим, в школах города Якутска работают секции в основном ориентирования и секции, где готовят к Олимпиаде по ОБЖ, во второй школе можно заниматься как скалолазанием, так и туризмом, так и альпинизмом в спортивном плане. То есть получать какую-то квалификацию в дальнейшем, спортивную квалификацию в дальнейшем как-то ее улучшать и так далее, да. И вот, например, если мы говорим о скалолазании, там есть спортивные разряды, спортивные нормы, соревнования. Как бы это олимпийский вид спорта. В альпинизме также есть разряды, эти дети, которые ходили с нами, они получили значки «Альпинист России», то есть это самый базовый уровень подготовки альпиниста. Да, значок «Альпинист России» означает, что данный человек прошел программу начальной подготовки по альпинизму, да, значок выдается с удостоверением, то есть он именной. В том числе наши дети прошли категорийные маршруты, то есть получили справки о том, что у них есть некий опыт, который предполагает выполнение норматива на третий спортивный разряд, именно по туризму. И мы хотим в будущем, как бы, вот при поддержке республиканского центра города Якутска развивать пешеходный туризм среди детей. Пешеходный туризм среди детей, это у нас дальнейшие планы. Да. Отлично. Да, ну что ж, мы выражаем вам большую благодарность за то, что нашли время и посетили нашу студию. Желаем вашей федерации новых успехов и новых побед. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся на пару минут и увидимся с вами после короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, с вами вновь телепередача «Спортклуб». Мы работаем в прямом эфире в студии Власти Сергеев и Дарья Анкехова. И этот блог мы посвятим зимним видам спорта, а конкретно новому сезону, который открылся в Ледовом дворце Лейботур. Ну и с удовольствием представляем вам гостей нашего третьего блога. У нас в студии директор республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Владимир Хизамуддинов. И старший тренер по хоккею этой школы Яков Сандаков. Здравствуйте. Ну конечно, поздравляем вас с открытием нового сезона. Наверное, набрали сил, отдохнули, дети также. И расскажите, что нас ждет в этом сезоне и вот касаемо календарного плана и обучения. В этом году у нас впервые на Дальнем Востоке проводится первенство России региона Сибирь-Дальний Восток с разъездами по старшей группе. И мы принимаем участие в данных соревнованиях по 2003-2004 годам рождения. И также давно такого не было, чтобы Якутия принимала на своей территории данные соревнования. И вот 8, 9 и 10 сентября первые игры пройдутся. Вот как раз выезд будет команды «Адмирал» Владивосток. И наша команда «Энергия» будет принимать команду «Адмирал» в городе Нерингри на хоккейном корте «Шахтер». Так что ждем болельщиков. И довольно-таки, да, повезло Южной Якутии в том отношении, что посмотрят приличный хороший хоккей дальневосточного уровня. Шесть команд у нас участвуют в данных соревнованиях в этой группе. Соревнования будут проходить, вот у нас получается в сентябрь. В сентябре две команды к нам приедут, и в октябре также две команды приезжают. А с нового года, наоборот, наша команда уедет в разъезды. Ну, это, получается, главная новость, да, у нас, что столь масштабные соревнования будут проходить в южной части Якутии, именно в Нерингри, да? Отличная новость, и я думаю, что шесть команд, как мы сказали, да, шесть команд участвуют, и уже в первой игре якутские хоккеисты встретятся, скрестят, да, вот, клюшки с представителями «Адмирала». Команда с большой историей, и очень хотелось бы поинтересоваться теперь у Якова, кто же представит республику? Ну, у нас сборная, как обычно, с Нерингри, с Якутска. Вот, буквально сегодня наши дети уехали, решили опробовать новым способом, поехали на поезде с Нижнего Бестяха. В этом году произошел очень большой отток детей, очень много детей уехало, ну, даже многие не из-за того, что из-за хоккея, а просто, ну, родители переезжают там, ну, улучшить жилищные условия. И так получается, что лидеры уезжают. То есть лишились ряда ключевых игроков. Да, и в частности, вот, по 2003 году, там, около шести человек с этой команды только уехало. Ну, и с Якутска, с Нерингри, вот. То есть это, возможно, скажется, да, на игре ребят? Будем надеяться, что... Скорее всего, скажется во всех возрастных группах, да. По всем годам. Посчитали уже, где-то около 30 человек у нас уехало только в этом сезоне, поэтому, ну, это, конечно, скажется на результате, но в то же время наших детей замечают. И хоть и вот на Сахалине говорили, что не очень выступили, у нас 8 человек только с той сахалинской команды приглашены и уехали. Сейчас играют за другие команды. А, то есть уже учили приглашение, играют? Да, да, да. Ну, за другие спортивные школы. И также, ну, остальные дети не просто уехали, они поехали участвовать за другие команды. И поэтому в центральных городах, я думаю, что в скором будущем мы услышим их. Да, вот некоторые, да, вот, в числе моих знакомых, вот, интересовались, да, то, что вот, ну, в хоккее у нас нету профессиональной команды, да, вот, чтобы, например, ну, до чего расти. Вот, как мы видим, да, занимаемся у нас полярные волки, сколько побед, да, приносят нам с разных турниров, всероссийского международного турнира. Ну, и вот Дети Азии, первые в истории зимние игры, вот, ребята на международном льду показали себя, и сейчас вот играют за другие академии. Очень здорово. Ну, мы говорим о том, что ряд ключевых игроков покинул ряды, да, наших команд. Отсюда другой вопрос возникает. Значит, есть вакантные места, то есть, например, вот сейчас можно детей своих сдать, да, вот, на секции по хоккею, чтобы в скором времени, вот, они имели такую же потрясающую возможность выступать за сборную республики. Вот, сейчас сколько возрастов, вот, по каким возрастам работают секции в школе? На самом деле, конечно, тяжело будет возместить, вот, уехавших игроков, да, потому что, ну, тяжело нагнать. В хоккее это очень сложно, ранняя специализация, и детей мы набираем с 4 лет, и в связи с этим подготовка идет длительная, и уже тяжело там в 15 лет попасть в команду, если придешь, скажем, за год, за два не подготовиться, просто, ну, нереально в наше время. Но детей мы набираем, и в этом году запись детей началась 25 августа. Сейчас уже начались тренировки и по хоккею, и по шорт-треку, и также по фигурному катанию. Был день открытых дверей у нас 25-го, проходили несколько дней, запись производили. Сейчас, ну, готовы принять и в хоккей, и в шорт-треке детей еще, кто есть. А то есть есть? Да-да-да, продолжаем набор все равно. По каким возрастным группам? Ну, в основном дети 4-6 лет, это у нас... Сейчас 2015 год, самые маленькие набираются. Ну, также 14-й, 13-й. Это хоккей. Хоккей. А что касаемо шорт-трека? А шорт-трека, наоборот, дети чуть-чуть постарше 6 лет, и старше можно как раз... А фигурное катание? Фигурное катание тоже ранее, ранее специализация тоже с 3-4 лет они набирают, но и добирают в группу здоровья, как говорится, и постарше детей. Да, вот новый статус, да, я предлагаю поговорить о нем. Вот республиканская специализированная детская и юношеская спортивная школа по зимним видам спорта. Получили этот статус относительно недавно, и вот какие изменения вот есть? С чем можно похвастаться? И как вообще проходит процесс обучения? Похвастаться можем тем, что добавился вид спорта шорт-трек к нам, да, и уже специализировано стали дети заниматься, и вот в первых крупных соревнованиях хорошо выступили. За год подготовки подготовлено у нас 4 перворазрядника, до этого не было ни одного в республике. Сейчас уже 4 перворазрядника, которые выполнили норматив на первенстве России, на первенстве Дальнего Востока. Это очень хороший результат, я считаю. И в этом году у нас девочка одна, которая как раз Арина участвовала на Сахалине в Играх к Дети Азии, поступила в училище Олимпийского резерва в Коломну, специализированное училище по конькобежным видам спорта. И вот сейчас будет как раз там учиться. И еще у нас там два парня есть, которые чуть раньше уехали, то есть их сейчас уже будет трое человек из республики. Ну, готовятся, будут тренерами уже специализированными. Может быть вернутся к нам и будут тренировать детей, правильно? То есть уже такие первые ласточки наши, да? Ну, а все-таки, если взять, ну, не спортивные, да, секции, а вот для любителей просто покататься на коньках, у нас что-то изменилось? Вечная проблема попасть на сеансы. Как с этим у нас? Ну, конечно, к сожалению, в связи с отсутствием льда только один ледовый дворец, поэтому мы и так работаем с 7 утра до 12 ночи, даже дольше некоторые дни есть тренировки. И, ну, и просто физически не можем местить. Сейчас еще школа перешла на программу спортивной подготовки, мы должны увеличить тренировочные занятия детям. Но стараемся, конечно, для населения, все равно субботу, воскресенье мы оставляем сеансы. Ну, и, в принципе, все желающие приходят, катаются. Ну, такой вопрос. Вот, допустим, сейчас нас, ну, не допустим, так есть, да, нас смотрят любители спорта, среди которых есть родители и есть у них дети, которых они хотят отдать вот именно спортивные секции. Да, у нас несколько другой масштаб, у нас спортивная школа, да? Вот, допустим, захотел родитель отдать своего сына вашу школу. Вот, в каком возрасте к вам можно обратиться? И, как я понимаю, он будет проходить вот этапы подготовки под надзором квалифицированных тренеров, да, и параллельно учиться вот у вас же, ну, где это проходит вот в этом плане? Так, ну, мы уже говорили, что набор детей со скольки лет обозначили, но у нас уже вот наша экспериментальная программа продолжается, и у нас есть спортивные классы. В этом году мы уже открыли третий спортивный класс на базе разных школ. У нас третьеклассники сейчас уже учатся, они с первого класса учились, сейчас в 23-й школе, второклассники в 31-й, и в этом году мы открыли первый класс спортивный в пятой школе. У нас, значит, там и хоккеисты, и фигуристы с нами, девочки учатся, ну, и маленько просто набрали детей еще, чтобы покомплектовать класс до полного, ну, там, 36 человек сейчас в классе. Вот, в принципе, они, ну, эти дети уже специализировано, да, учатся, и под нас там подстраивают учебную программу. Ну, то есть, и как успехи, если взять все целые, все равно многие переживали, ведь это экспериментальный, да, вариант такой, то есть, чтобы и в общеобразовательной программе успеть, и со спортом, чтобы все это как-то в тандеме было. Ну, да, ну, школы, в принципе, хорошо идут навстречу, вот как раз выездные соревнования, когда, вот в этом отношении тяжело, пропусков как раз не бывает, они успевают наверстать, всего класса, грубо говоря, нет. Приезжают, да, подстраивают программу, ну, это уже учителя там лавируют, вот это очень удобно, и, то есть, никто никаких не ставит припонов, как говорится, да, ну, всех детей отпускают, потому что и школы заинтересованы, что у них дети занимаются спортом. Да, ну, вот нас ждут очень интересные хоккейные баталии в Нерлингре, да, Яков, вот скажите, по вашему мнению, что это даст юным любителям хоккея, которые представят честь республики, да, на этих соревнованиях, и в целом якутскому хоккею шайбы? Во-первых, это опыт будет очень большой для них, они получат в этом сезоне большую игровую практику, очень много игр, вот шесть команд, с каждой командой будут три игры дома, три игры на выезде. Это будет плюсом для тех, кто занимается в Нерлингре, дети маленькие, они будут приходить на них, смотреть, это старшие дети, они будут туда тянуться, уже какой-то стимул будет появляться. Плохо, конечно, что в Якутск, но в Якутске нет таких игр, потому что сюда очень дорого добираться, далеко, и навряд ли бы кто-то согласился из команд соперников. Но вот в Нерлингре для маленьких детей это будет большим стимулом. Ну и мы говорим о том, что титул сильнейших, да, вот занят сильнейших, аспорит шесть команд, и, как я понимаю, соревнования будут проходить по круговой системе, да? Да, каждый с каждым будет играть, там расписание вот с сентября до марта. Ну и каковы наши шансы? Вот, ну давайте не будем, конечно, загадывать, да, да. Все-таки вы поставили какие-то... Ну, цели, конечно, попасть в тройку, но будет тяжело. Команда у нас в этом сезоне, ну, ослабла. Но остались тоже хорошие ребята. Ну, в любом случае мы, конечно же, нацелены на самые высокие, да, результаты. Вот мы говорили о том, что на этих соревнованиях примет участие команда «Адмирал». Какие еще вот такие знаменитые хоккейные школы будут представлены? Амур, второй состав Хабаровска, Сахалин, Уссурийск и Благовещенск. То есть первые встречи на льду давайте еще раз прононсируем, когда могут переживать уже наши любители хоккея. 9, 10, 11 сентября в Нерингри. Пронимаем «Адмирал» и переживаем. С «Адмиралом». Да, ну что ж, благодарим вас за то, что, как всегда, у вас хорошие новости, да, и мы еще раз напоминаем нашим дорогим телезрителям о том, что мы говорили об открытии нового сезона в Лейботуре. И еще раз перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы напоминаем о том, что в Нерингри 9, 10, 11 числа якутские хоккеисты скрестят свои клюшки с представителями клуба «Адмирал». Ну что ж, дорогие телезрители, мы увидимся с вами после короткой рекламной паузы и будем говорить уже про легкую атлетику. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Спортклуб». Да, и в заключительном нашем блоке мы будем говорить о легкой атлетике, ведь совсем скоро, уже 8 сентября, в Якутске состоится очень интересное мероприятие, а именно вторая уже по счету якутская марафон эстафета. Ну и, как вы уже догадались, дорогие друзья, мы пригласили в студию наш заключительный блок организаторов этих соревнований. Ближе к нам находится Валерия Афанасьева, она является главным секретарем соревнований, а также участница данного спортивного мероприятия Лидия Кондратьева. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Валерия, мы знаем, и, возможно, телезрители сейчас с помощью нас узнают, что это вторая по счету эстафета, марафон эстафета. Вот расскажите немножечко, как прошли они в прошлом году, в чем основная суть, цель и сколько участников приняло участие в прошлом году. Да, у нас в прошлом году мы впервые провели в живоприятной местности поселка Хатасы первый марафон эстафета, да, якутская, она нас выразила в Якутске. В прошлом году было 13 команд, а в этом году у нас ожидается участие 22 команд. Вот так вот. Да, также у нас участники приедут не только вот с Якутска, да, а с Амги, с Намцев, с Горного и с Покровска. Основные требования к участникам? Ну, требования, это у нас соревнования для любителей, да, поэтому, ну вот, каждый, кто сможет преодолеть дистанцию 6 километров, это у нас командная как бы эстафета, да, поэтому с помощью поддержки своих друзей, там, коллег, даже есть семейные команды у нас, да, мама, папа, там, дети, братья, сестры, они составили одну команду, и побежали. Да, побежали. А сколько количество участников должно быть в команде? 8 участников, 8 этапов, да, у нас 42 километра, 195 метров, если быть точными. 195 метров у нас пробегает ребенок, далее уже взрослые бегут по 6 километров, каждый. Ну, там у нас условие, что во втором этапе бежит ветеран, мужчина, старше 40 лет, да, а остальные это уже старше 18 лет могут быть участники. Три возрастные группы, то есть. Обязательно должен быть ребенок, ветеран и уже среди возрастов. Да, и взрослые. То есть три женщины и четыре мужчины, и ребенок, мальчик, девочка. Это как, получается, как в этих, да, как эстафеты на коротких дистанциях, 4 по 100, вот. Да, только у нас вот дистанция марафонская получается. Марафонская, 42 километра, 195 метров. Ну, цель нашего мероприятия, это вот сполучение в команды, чтобы организации могли участвовать, каждый желающий. Ну, не каждый может пробежать 42 километра, согласитесь, это подготовка нужна. Поэтому вот, ну, как бы приблизить мечту, да, человека, чтобы пробежать, да. Вот вместе мы вот командой пробежали, преодолели 42,2 километра. Ты же вот, ну, до души так оказывается, можно, да, приятно. Ну, и тогда вопрос к Лидии. Принимаете ли вы участие уже во второй раз или в первый? Мы уже вот второй год принимаем участие в марафонной эстафете. И надо сказать, что мы всегда активно будем дальше принимать, потому как это на самом деле очень сильно сплачивает команду, да, поднимает боевой дух. Потом сейчас же очень модно в последнее время проводить тимбилдинги среди компаний, ну, внутри своей компании, да. Ну, вот это вот своеобразный тимбилдинг на командообразовании. То есть мы поняли, что вы представитель все-таки организации. У вас не семейная команда, у вас организация. У нас организация, и мы собрали свою команду из своих сотрудников. Отлично. То есть и у вас все, у вас сложилось, есть ребенок и пенсионный возраст. У нас есть ребенок. Между прочим, он у нас самым первым записался. Да, вы что? Да, 7-летний ребенок. И потом уже команда потихоньку, потихоньку образовалась. Есть люди, которые в нашей команде бегают, те, которые просто любители. Ну, вот мы и собираем тех, кто более-менее... А если проанализировать, вы же анализировали прошлый ваш забег, да? Где у вас самое сильное, вот, именно такое звено? Ну, сильное звено, это вот среднее, скажем так. Не старше, не младше возраста, а среднее. Я вот уже представил, как Лидия с коллегами, вот, после рабочего дня, да, собрались и решают, у кого самый спортивный ребенок, давай. Любое запишем первым, да. Примерно так и происходило. Отлично. Ну и вот, если говорить о результатах, вот, на первом марафоне Стафити, вот, какое место заняли, довольны ли своим выступлением? Ну, надо сказать, что мы не такие самые ярые, такие прямо бегуны. Для нас было главное участие. И поэтому я даже не помню, какое место, но мы точно не призовые места заняли тогда. И нынче у нас главное это участие, потому что нам надо собрать команду, чтобы как-то там уже вместе... Ну, вы, наверное, еще и группу поддержки везете с собой. Да, естественно. С нами поедут еще куча сотрудников, которые будут кричать и как-то подбадривать нас на пути. В общем, те, кто не попали в состав сборной, да, они, наверное, просто обязаны, знаешь, чуть ли не оплатите, наверное, им... Не, ну, не так у нас трудно. Но в любом случае, таким образом приобщаете их. Ну, да, все-таки здесь здоровый образ жизни, спортивный дух как-то поддерживаем, пропаганда, в общем-то, своим примером. В этом году в составе вашей команды есть изменения или побегут те же люди? А, нет, у нас, да, процентов на 60 где-то есть изменения. Костяк сохранился? Да. Ну, можно так сказать. Ну, хорошо, вот Лидия уже полностью заряжена и готова выступить уже во втором по счете марафон эстафете, да? А вот если говорить об этом мероприятии, давайте проанонсируем. Вот, состоится у нас 8 сентября. В какой местности? Еще раз подробнее, вот, какие требования к участникам? Вот, если, например, наш телезритель захочет принять участие в вашем мероприятии, к кому обратиться, куда заявиться с заявкой? Уже заявки все. Ну, вот, в этом году, к сожалению, мы уже заявки больше не принимаем, да? За неделю уже закончили. Вот, в этом году у нас, как я уже говорила, 22 команды. Мероприятие у нас состоится возле поселка Хатасы, за что мы передаем огромную благодарность администрации поселка Хатасы за то, что нам разрешили и выделили вот место. В прошлом году тоже там же проводилась, очень живописная местность. Далее у нас, ну, вот, 22 команды, 8 участников. Это вот, если, вот, в прошлом году было 13 человек, вот, 13 команд, больше 100 человек, да, то в этом году, вот, ожидается со всеми болельщими, да, 200 человек там будет. В воскресенье вот в Хатасах. С трассы, наверное, нас будет очень хорошо видно и слышно, да. Массовый такой забег. Люди, наверное, будут, поехали за грибами там куда-нибудь в тот район, да, там такое событие, да? Да, мы заявки принимали, да, на сайте у нас. В этом году очень много любителей записалось. И, допустим, не только вот организации сами собрали команды, да, нам одиночные заявки тоже поступали, и мы из них собрали уже, вот, 5 команд. Да, мы сформировали из одиночных команды, да? Да, люди друг друга вообще не знали. И вот сейчас сплотились с командой 8 человек, там ребенок, ветерарный, да. Еще и представляете, если займут призовое место, как здорово будет, да? Да, да, они уже начали, вот, ну, сами группы там создали, и уже с каким темпом. И некоторые тренируются даже. Валерия, а мы все-таки проводим подобный марафон один раз в год, правильно? Да, это ежегодно. А есть ли в планах, возможно, сделать, я не знаю, допустим, осенний марафон, весенний марафон, эстафету, посезонно, чтобы хоть как-то, раз уж столько у нас есть спроса на вот одно мероприятие? Нет, ну, не обязательно марафонские дистанции, да, у нас вот разные. Вот летом мы проводили чемпионат для любителей бега, там тоже достаточное количество участников было. А если зимой, то у нас все в помещении. Там тоже чемпионаты, и вот летом, осенью тоже планируется там марафонскую дистанцию, ну, там пробегут. А так разных мероприятий очень много. Мы вот планируем ежегодно проводить наши мероприятия, да, именно вот 42 километра каждый раз марафон эстафета проводить. И в планах даже, не только в Якутске у нас, да, но и в других городах. То есть проводить уже в других городах имеется в виду республики, да, или... Не, можно и за пределами. За пределами республики. Мы смотрим, да. Потому что здесь у нас участники, вот как я говорила, не только с Якутска, а приезжают вот с Амги, с Гордого. Некоторые да, за день приезжают. Вот так вот. Хорошо, а есть у нас какая-нибудь культурная программа, да, или вот только все у нас спортивные достижения и на результат работаем? Или все-таки у нас будут, может быть, какие-то светспризы за лучший там слоган, или же там за лучшую там оформленную как-то группу? Ну, у нас же это командное выступление, поэтому, ну, отдельно вот номинации будут, как там, ну, одежда, форма, да? Да, форма. Да, форма. И в прошлом году у нас номинации были, допустим, самый маленький участник, вот, самая спортивная семья. Вот в прошлом году из Амги приезжали. То есть такие дополнительные номинации будут еще? Да. Здорово. Мы говорим о том, что действительно, вот, лавры первенства, да, будут оспаривать команды, но будут ли выявлены вот именно... Ну, в индивидуальном за счете, в личном за счете, вот, например, пробежал этот промежуток, да, свой этап эстафеты. Лучшее же, лучшее показать. Нет, у нас время засекается вот от начала старта, да, то есть и, конечно, да, финиш команды, время командное, то есть индивидуальное время на каждом этапе не засекается. Я думаю, вот, никто не поспорит с тем, что вот легкая атлетика является, пожалуй, таким видом спорта, самым популярным, да, вот, среди тех, кто, вот, например, никакой физической активности человек спортом не занимается. И в один момент он думает, надо бы начать, да, вот, заниматься спортом. И чаще всего люди, вот, выбирают легкую атлетику, да. Покупают беговую дорожку домой. Нет, они покупают кроссовки, да, ну, самые доступные, наверное, да, кроссовки, шорты, футболка, да, и вот, например, посещает он один из спортивных комплексов города Якутска и начинает бегать. Что вы можете сказать, вот, посоветовать людям, которые вот только начинают бегать и не занимаются под руководством тренера, вот, чисто для себя, вот. Ну, вот, все равно я бы, да, уже на своем опыте порекомендовала бы вначале все-таки обратиться, да, хотя бы вот к тому человеку, если не к тренеру, да, который, вот, ну, занимается достаточное время, чтобы там узнать, как бегать. А то бывает такое, что вот люди начали там фонетично бегать, да, или смотрят, допустим, ой, я так медленно бегаю, они так быстро бегают, и наоборот уже все, один раз пришли, вот, Дахсунда, посмотрели на людей и все, ушли домой, да, я, кажется, так не могу. Да, вот поэтому в команде заниматься, тренироваться для новичков это очень хорошо. Полезно, да? Да. А вот вопрос к Лидии, вы всю жизнь занимались спортом или с недавних пор только решили? Ну, на самом деле я время от времени занимаюсь спортом, я не любитель легкой атлетики, просто для того, чтобы команду поддержать, я... То есть, а вы занимаетесь, наверное, фитнесом или йогой? Ну, да, йога, фитнес, это вот такое, лайтово, лайтово спортом занимаюсь. А тут беги-марафон, да? А тут 6 километров, тут уже надо готовиться, да. Да, отлично. Ну, когда речь идет о чести компании, коллектива, да, конечно. Да, конечно, уже ты вынужден, да, бежать. Хорошо, Лидия в числе первых. Отлично, вот у нас вот уже совсем скоро, да, вот мероприятие у нас состоится, 8 сентября, ожидаем более 200 участников. И третий марафон планируется в то же время. Да, в то же время, да, ежегодно. Ну, отлично. Большое спасибо вам, Валерия и Лидия, за ваше время. Ну, и желаем вам, Валерия, вам, конечно же, успешного проведения второго по счету марафона. Ну, а команде Лидии мы желаем успехов. Если даже не получится попасть в стройку призеров, то хорошее настроение вы получите обязательно. Нет, они должны попасть в стройку лидеров. Лидия пришла и на всю республику рассказала про свою команду. Заявила, да. Ну, и на этом эфир программы «Спортклуб» подходит к концу. Мы не прощаемся, увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами. И, как всегда, мы советуем вам, занимайтесь спортом. До скорых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok